С кем является Шикадев Госвами? Он является Брахма Мухут Атма. Как-то так. Семь дней слушать Шримад Бхагаватам. Ши Сутагасвами, который, когда Ши Сутагасвами написал Шримад Бхагаватам, он подумал, каким же образом, кто квалифицирован слушать Шримад Бхагаватам. Ши Сутагасвами, 16 лет, если кто-то находится в лоне матери, он не может быть обычным человеком. И когда Ясадев просил его, выходи, выходи, он ответил, Шикадев Госвами, нет, я хочу оставаться внутри, потому что здесь подходящее место для меня совершать Бхагаватам. Тот Бхагаватам, где вы можете совершать, совершенным образом совершать Бхагаватам, это является лучшим для вас. И поэтому Шикадев Госвами ответил, что это самое подходящее место для меня совершать Бхагаватам. Если я выйду наружу, то тогда Майя поглотит меня. И тогда Шивасадев сказал, я защищу тебя. А он сказал, нет, у тебя есть привязанность к своей жене, поэтому ты беспокоишься о ней сейчас и хочешь, чтобы я вышел. У тебя есть привязанность, пусть сам Шибагаван Кришна придет. И тогда Кришна пришел, и с того самого момента, на мгновение, когда за этот очень короткий период, когда Шри Кришна убрал Майю, еще когда Бхагаватам вышел, и он точно же в образе 16-летнего прекрасного юноши, он точно же устремился в лес. Чисута Госвами далее объясняет, тот, кто не совершает никакой церемонии рождения, и когда точно и так же, ну в таком образе, как Шишу Кадев Госвами, он не было никакой церемонии рождения, ничего не было. Он просто, когда появился, он точно же побежал в лес. Шишу Кадев Госвами, он является совершенной душой и совершенно подходящим для того, чтобы повествовать Бхагаватам. Ши Вьясадев для того, чтобы отыскать Ши Вьясадев, он попросил одного охотника, чтобы он пошел в лес и произнес шлоку. Он сказал, что эта мантра в действительности очень могущественная, и точно же он поймает попугая. Он имел в виду, что Кадев Госвами. И когда этот охотник начал цитировать эту прекрасную шлоку, описывающую неотразимую красоту Кришны, когда Кришна, возвращаясь из леса, уйдет в лес, и за ухом у него красуется цветок караника. Его плечи обнимает прекрасная гирлянда, достигающая до колен. У лотосных губ Кришны покоится флейта, которая своей мелодичной мелодией восхищается вокруг. И точно же Ши Кадев Госвами привлекся этой шлокой, подошел и спросил. Он спросил, кто дал тебе эту шлоку? Он сказал, что один величайшая личность, который сказал, что с помощью этой шлоки я могу привлечь попугая. И тогда Ши Кадев сказал, что попугаем этим являюсь я. И далее, как Шиламахарач объяснял, если отец, который имеет очень достойную дочь, он будет искать очень хорошего юношу, который может стать ее мужем. То есть вначале он хотел, обычно всегда стараются узнать, из какой он семьи, какими качествами обладает и так далее. И поэтому на вопрос Ши Кадев Госвами, кто такой Кришна? Кришна это тот, кто привлекает все сущее. Кришна и так же на, значит это тот, кто дарует блаженство. Кришна, а мама еще да, и на дамахарач, родители Кришны. И семья очень замечательная. А где они живут? И тогда в объяснении вот этой шлоки Он ответил, что Он живет в Ваврадже. Но Вавраджа это не простая тхома. А где? Где Кришна живет? Живет Кришна, Он во Ваврадже, который находится за пределами материальной вселенной. И так, там где, там не только на лакши, И там тысячи тысячи лакши, которые служат в Ваврадже. На этой волшебной земле, где деревья являются чем там, Калфаврикша, и сделаны из чем там они. И это необычное место, необычная семья. И так же его дом, в котором он живет. Кадашир, когда его Госвами услышал, Он был настолько привлечен, Он спросил вопрос. Если, например, кто-то находит... Тот... Если я нахожусь сейчас в безличном Браме, И если я оставлю Брам, То есть философия, которая говорит о безличности Господа, Так как, какими же качествами Шри Кришна обладает? Он задал вопрос. Настолько милостливо. Здесь настолько удивительно, в этой шлоке, Которая объясняет Кутану, Которая пришла, чтобы увидеть Кришну. Для этого она смазала грудь свою смертельным ядом. И, имея эти намерения, она пришла к Шри Кришне. А Шри Кришна что сделал? Кто является более местным вещь, чем Шри Кришна? Вместо того, чтобы наказать Кутану, эту демоницу, Он даровал ей очень высочайшее положение на Галлоке. И когда Шишукадева Госвами услышал о славе Шри Кришны, О его милости, он вернулся из леса, Для того, чтобы слушать Шри Мадбхагаватам. Поэтому тот, кто говорил Шри Мадбхагаватам, Он также являлся необычной личностью. И также тот, кто слушал, Сам Шишукадева Госвами, Это он необычный попугай. Кто же он? Он дорогой попугай самой Шри Матератхарани. Когда Шри Матератхарани однажды, Она держала своего любимого попугая на руке И учила его произносить имя Кришны. Она кормила его гранатовыми семенами. И также она гладила его. И она также целовала этого попугая в клюв. И поэтому этот попугай, который в образе Шикадева Госвами, Поведавший Мадбхагаватам, Поэтому он очень сладостен, Потому что к нему прикоснулась Сама Шри Матератхарани, Своими сладостными устами. И она постоянно учила попугая, Чтобы он говорил Кришна, Кришна. Однажды попугай улетел, И попал Кришне, Который начал учить его, О, попугай, произноси раде, раде. И он начал превозглашать славу Шри Матератхарани. И Кришна был очень доволен. И он посадил его в золотую клетку, И решил, что этот попугай ему будет принадлежать. Шри Матератхарани, когда увидела, Что попугай исчез, Она очень расстроилась. Она попросила Лолиту, чтобы она пришла И спросила насчет попугая. И тогда Лолита со своими подругами Пришла и спросила, О, Кришна, ты поймал попугая Сама Шри Матератхарани. Она очень переживает, Она очень расстроена. Она не может жить без попугая. Пожалуйста, ты должен его вернуть. И тогда попугай, который Кришна сказал, О, хорошо, если это попугай, Матератхарани, Пусть она сама придет и возьмет его. И тогда Лолита и подруги начали жаловаться на Кришну Еще до моей. И когда еще до моей пришла, Она схватила Кришну за одну руку, А другого схватила другой рукой. А другую рукой она схватила попугая И отдала Лолите. И отдала этого попугая, Вернула Шри Матератхарани. И этот самый попугай, Который является Олицетворением Любви Шри Матератхарани. Почему? Потому что По своей непосредливой природе Он летал от Шри Матератхарани. Иногда он летал, Улетал и И общался с Кришной. Кришна также Имел отношение с этим попугаем. И также С большой любовью относился к нему. И поэтому можно представить себе Положение, Мишу Кадевага с вами, Который посылал Шимат Бхагаватам Перед Парикшитом Ахараджимом. Субтитры создавал DimaTorzима. Кришна, 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 Кришна. Если бы мы можем поменять положение, Чтобы биржа была. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ты должна отправиться со мной. И они сели на колесницу и пришли в Хишма Питана. Кришна, он взял обувь, дропать вместе с собою, потому что, чтобы не было никакого шума, она была покрыта, ее лицо было покрыто, и она предложила пранама и Пхишма Питама. Пхишма Питама, он, находясь в полном баджане, в медитации, он открыл глаза, и он дал благословение. И прежде чем она открыла свое лицо, и когда Дропати, и когда Шри Кришна, когда Пхишма Питама, он дал благословение, что ты всегда будешь замужем, и Дропати сказала, как же я могу, кто будет моим, если мой муж, вдруг что-то произойдет с ним. Он и тогда что-то, что-то, Пхишма Питама подумал, что что-то не так. И он посмотрел очень внимательно на Дропати, и он сказал, я ожидал жену Дурьоданы, почему ты пришла, и потом он посмотрел на Кришну, и потому что все знали, что он даст Банумате вот это жене Дурьодане благословение, а счастье, что особое благословение, что муж, он будет всегда жив. Благословение, которое Пхишма Питама хотел дать жене Дурьодана, что Дурьодана никогда не погибнет. Но вместо этого он дал это благословение Дропаде, у которого было пять мужей пандавов. Также мы слышали и так же историю об Арджуне и о Пхишма Питама, когда происходило сражение. Пхишма Питама, он таким образом сражался, что Арджуна, он не мог атаковать его, и даже более, он даже атаковал Кришну, и когда Арджуна, он был ранен, и кровь текла из его раны, он подумал, каким же образом, и так же Шри Кришна получил рану, что Пхишма Питама является одним из 12 махаджанов, и Арджуна, он подумал, каким же образом, ладно я, меня, но каким же образом Пхишма Питама, он мог атаковать Кришну и ранить его. Пхишма Питама имеется пять преданных, например, как Гьяна Бакта, Шуда Бакта, Према Бакта, Према Тур и так далее. Пхишма Питама, он относится к тому, кто служит Чебагавану в Ивашваре, который видит, что это Господь, Он всепроникающий, Он являлся Гьяни Бакта. Из-за того, что Он являлся Гьяни Бакта, Пхишма Питама, когда Душа, которая не может быть убита никаким оружием, она не может быть высушена ветром, она не может быть сожжена огнем, она не может погибнуть, она имеет такую трансцендентную силу, каким же образом Сверх Душа, она могущественна, она также имеет эти качества. И также, что Шри Бакаван, Шри Бакаван, который, имея верховное положение, какими качествами владает Шри Бакаван. Точно так же, как, например, героиня, герой, может атаковать свою героиню, он может ее даже что-то сделать, но он может сделать это из-за любви, что-то такое. И поэтому, Шри Кришна, как человеческого точек проводя, Кура объясняет, на самом деле, Кришна, являясь героем, он особое блаженство испытывал, когда его атаковал, Пхишма Питама, который являлся одним из 12 махаджанов, величайшей личностью. И друг Арджуны, Шри Кришна, он молит, чтобы я смог обрести привязанность, привязанность и обрести. Почему? Потому что Бхакти Арджуна, который он проявляет по отношению к Кришне, это является высочайшим достижением для меня. Кришна сказал, на самом деле, есть еще более возвышенные и преданные, чем Арджун. это последнее, последнее, последнее мгновение в своей жизни. Я хотел бы, чтобы самые возвышенные, преданные в возвышеннейшем служении Шри Кришне, о котором я мог бы пометовать и обрести привязанность. И вот в это шлоке далее объясняется. здесь указывается на Враджа Гопи. В этом стихе объясняется любовь которых, Враджа Ваду, здесь указывается на Враджа Гопи, которых любовь по отношению к Кришне в служении, она является самой высочайшей. Если вы хотите прочитать комментарий Шри Вашиного Чакра Токура, вы должны последовательно разобрать каждое слово, которое он объясняет очень детально, которое находится в этой шлоке. И хотя Шибагаван совершает совершенные деяния, но самая возвышенная лила Господа является раса лила. И что такое раса лила? Она является самым высочайшим деянием Кришны. И в раса лили, кто может войти в нее? Потому что Враджа Гопи, Лолита Гати, Шри Кришна, он по сути находится, но его прекрасная деяния, сладчайшая лила, она связана с Враджа Гопи. Когда он танцует с ними, это самая величайшая, самая изумительная лила Кришна. Лолита Гопи, Кришна, Кришна он улыбается своим друзьям, он улыбается слугам, своим родителям, но когда он видит Враджа Гопи, его прекрасная улыбка расцветает подобно цветку лотоса, в особенности, когда он видит Шимати Ахарани. Его улыбка, она имеет также очень много различных видов. Когда возлюбленные и возлюбленные юноша и девушка видят друг друга, их улыбка она означает очень многое. Кришна, когда смотрит, он смотрит на Даси Сакова Цалию, но когда он видит Шимати Ахарани, то он в этот момент его улыбка, она самая изумительная, переполненная сладчайшим нектаром. Когда Кришна исчез, оставил раса танец, все враджа гопи совершенно в безнадежном состоянии ища Кришну, они начали имитировать прекрасные деяния Кришны между собой. Кто-то играл роль гопи, а кто-то играл роль Кришны, а кто-то играл роль демоницы, путаные и так далее. И поэтому ту бахти, в которой обладают враджа гопи, никто не в состоянии обрести. Шри Кришна он сам отдает обет. Ту, кто поклоняется мне в том настроении, я также отвечаю ему взаимностью настолько, насколько я обретаю его. Но враджа гопи является исключением. Даже если бы я имел возраст самого Брахма, я не в состоянии был бы отплатить им за их бескорыстное служение. Например, если одна личность может себя прославить очень, очень, очень прославить. Но он у всех кого-то, кто еще более прославлен, чем он. как, например, на арене, когда собираются как два борца, они начинают сражаться между собой, которые еще до начала сражения показывают свое могущество, что одним прикосновением он может повалить своего противника на землю. И сразу же точно так же, как Шри Кришна по отношению к праджа гопи, который более могущественен, чем сам Кришна. И поэтому Шри Кришна говорит, я не могу вам ответить взаимностью настолько, насколько вы преданы мне. Я совершенно чувствую себя бесполезным и не в состоянии вам отплатить свои долги. И поэтому самая возвышенная раса Кришны это раса его отношения с Раджа Гопи, которая является самой величайшей. Пхюшма Петамас сказал, что у меня нет квалификации, чтобы проникнуть в эти тайны самой высочайшей Лилы Кришны. Поэтому я лишь только молю о том, чтобы когда-то в какой-то день я смог прикоснуться к сладчайшим Лилам Господа, касающиеся Враджа Гопи. И в этот момент, произнеся последние слова, он посмотрел на Шри Кришну долгим, любящим взглядом. И в этот момент он оставил мир. из жизни в жизни он совершал столько деяний, видя как Пхишма Петама, видя перед своим взором самого Кришна, обретя его Божественный Даршан, в этот момент пометуя о Шри Кришне, он покинул тело, оставил этот мир. Вся слава Пхишме Петама, который являлся чистым преданным Господа. На самом деле не объясняется, что он оставил тело, вот так очень детально. И это утверждение Человечесного Хачакрават это Кур объясняет, что являясь восьмым в Ясу Пхишма Петама он являлся. И там было особое положение этого восьмого в Ясу. У него когда рождались дети, дети которых он бросал в Гангу. Почему? Потому что он был проклят, можно сказать, тем, что когда дети будут рождаться у него, они будут получать освобождение, если они будут опущены в Гангу. И таким образом он прежде, когда Ганга она сама Ганга, когда восьмого ребенка он хотел бросить Гангу, кто-то сказал, или он обратился, что 7 сыновей уже были брошены в Гангу, а восьмой по так сказать тому, что это являлось исключением, это был сам Кхишмапитама, который был спутником Шрикришны. И этот васо, принадлежал к восьмому васу, но на самом деле он являлся вечным спутником Шрикришны. И он отправился в Бхагаватхаму, когда он оставил свое тело, он пошел в то место, где он смог дальше продолжать свое служение Кришне, являясь его спутником, а тело его было премиировано. И сейчас пришло время, когда Махабхарата, она была закончена, и Кхишир Махараджин стал царем, императором мира. И граждане были очень счастливы царствия. И Кхишир Махарадж являлся напрямую олицетворением фармы. И та страна, которая находится под руководством такого императора, они всегда испытывают блаженство. Там, где Харикатха, там, где совершается Баджан, где совершается Киртан, там совершенно духовная атмосфера, которая дарует наслаждение всем живущим. Как Шинадариши, он в зависимости от того, кто является предводителем, кто является Нарадариши, Нарадариши, Нарадариши также связана история. Далее Махарадж объясняет, что когда царь, он занимает достойное положение, тогда все счастливы. Он опять перечисляет, что происходит вокруг. Не нужно сажать даже семя в землю, потому что земля настолько счастлива, она обращается, что те, кто совершает Баджан в Шри Кришне, земля настолько счастлива, она даже если не посадив такую землю семена, можно обрести плоды. Каким образом? Почему? Потому что земля, она испытывает блаженство, когда она чувствует прикосновение тех, кто совершает Баджан Господу. Однажды, когда земля перестала плодоносить, ничего не было, была полная засуха, ничего не росло. И царь отправился к Придхавидеве, и он хотел ее наказать. И тогда земля она сказала из-за того, что в этом месте не совершает Баджан, нет Бакте, поэтому я все, что я имею, я взяла внутри себя. Поэтому если ты станешь царем и будешь совершать Бакте, я все верну на эту землю. и Тюштир Махарадши, он являлся царем, и все граждане страны были настолько счастливы. И постоянно нахарикатхи, она прославляла деяния Господа повсюду, находясь в Хастинапуре, которая являлась столицей. Ютхи Кришна сказал о двороке меня ждут, а я уже столько дней нахожусь в Хастинапуре, пожалуйста, позвольте мне отправиться в двороку. Тогда И Тюштир Махарадши, что он сделал? Он отправился вместе, отправился в двороку, и он увидел, как Кришна сидит, находясь на колеснице Арджуна, он отвез его в двороку. И когда все увидели, что Кришна вернется, все узнав об этом, все предлагали ему особое арати, предлагали ему огонь, но на самом деле в этот момент они прилагали ему свои сердца, как например кто-то после долгого разлуки кулам очень дорог возвращается, каким счастьем вы будете ожидать. Поэтому каждый готов был предложить все, что имел Бритя Даршин Кришны, когда он вернулся в Дараку. В тот момент, когда начали звучать раковина, когда в тот самый момент еще Кришна не приехал, вот эта раковина известила о том, что Шри Кришна возвращается и вот эта арати которая начала происходить повсюду благостным стопам Кришны в особом состоянии счастья, которое испытывали все живущие в Дараке, они предлагали Кришне А Кришна как он отвечал им он старших граждан он он кланялся им и также выражал все уважение почтение к достойным к достойным жителям спрашивал их спрашивал их начали поинтересоваться